Итак, сеть у нас вроде готова. Теперь давайте зададимся вопросом. А что будет, если что-то выйдет из строя? Но если выйдет из строя свеч, у нас есть второй. У нас есть ник-тимминг, а значит всё продолжит работать. А если выйдет из строя роутер? Если роутер один, то перестанет работать интернет и не будет доступа извне. Мы не сможем подключиться к джамп-хосту. А если роутер три, то ляжет вся внутренняя сеть. Второе, конечно, более критично, но и того, и другого мы хотели бы избежать. Казалось бы, ничего сложного можно сделать как со свечами. Поставить по два роутера, если выйдет из строя один, продолжит работать второй. На деле же есть один нюанс. Если мы поставим другой роутер, то нам надо будет дать ему другой IP-адрес. Так как в одной сети у двух систем не может быть одного IP-адреса. Но если у второго роутера будет другой IP-адрес, то хосты не будут к нему обращаться. Потому что в качестве гейтвей у них стоит адрес первого роутера. А два гейтвей прописать нельзя, да и смысла нет. Все равно будет использоваться только один, даже если он недоступен. То есть нам нужно сделать так. Когда роутер один работает, то IP-адрес 10.0.1.1 будет у него. Если вдруг что-то с ним случится, и роутер один перестанет быть доступным, то этот же адрес 10.0.1.1 должен перейти на роутер 2. И тогда этот IP-адрес опять будет доступен для хостов, и интернет продолжит работать. Такой IP, который переходит с одного IP-адреса к другому, часто называют плавающим IP, или виртуальным IP. Этот механизм, когда IP-адрес переходит с одной системы на другую, работает через протокол Virtual Router Redundancy Protocol, VRRP. Он придуман для сети, в частности для роутеров, как раз для той ситуации, которую мы сейчас симулируем. Но такой простой и полезный механизм обрел большую популярность и в линуксах. Тут стоит познакомиться с двумя терминами. Высокая доступность и отказоустойчивость. Простым языком, высокая доступность – это когда почти всегда работает. Но если возникает проблема, что-то не будет работать буквально пару секунд или максимум минут. Отказоустойчивость – это когда, что бы там ни поломалось, пользователи ничего не заметят, и все будет работать идеально. Но эти два понятия можно применять на разных уровнях. Скажем, LACP – это про отказоустойчивость, так как не будет никаких обрывов. А Active Backup – это высокая доступность. Могут потеряться пару пакетов, но потом все продолжит работать. Или, скажем, у нас сайт отказоустойчивый, так как работает на нескольких серверах с несколькими виртуалками. И даже если один сервер ляжет, пользователи ничего не заметят. Но при этом сама виртуалка не отказоустойчивая. Пока она запустится на другом сервере, будет небольшой даунтайм. Но, опять же, с точки зрения пользователя, сайт все это время будет работать. Реальная инфраструктура в компаниях – это смесь отказоустойчивости и высокой доступности. Полную отказоустойчивость сделать нереально и очень дорого. И даже у крупнейших IT-гигантов за год суммарно набирается пару часов даунтайма. Так вот, VRRP – это про высокую доступность. Пока второй роутер заметит проблему, пока IP-адрес переедет, пройдет пару секунд. Но зачастую это вполне терпимо, поэтому в каких-то ситуациях можно использовать. Итак, возьмем роутер 1. На нем мы настраивали никтемминг, firewall, ssh-ключи и другие вещи. И чтобы с нуля все это не делать, просто склонируем виртуалку. Для начала выключаем роутер 1. Затем правой кнопкой мыши нажимаем на нем и выбираем duplicate. Подключаем его к нижним свитчам, точно как роутер 1. И на свитчах также делаем транкпорт. Так как у нас провайдер всего один, и от него всего один кабель, добавляем еще один свитч и подключаем оба роутера и провайдера к нему. Теоретически можно было бы сделать через свитч 1 или свитч 2, но чтобы не было каши в схеме, сделаем через отдельный свитч. VRRP – это сетевой протокол. При нем роутер 1 и роутер 2 будут обмениваться пакетами, чтобы понять состояние друг друга. Пакеты в сети можно подделать, и таким образом какой-нибудь взломщик сможет выдать себя за один из роутеров, тем самым сделав атаку man-in-the-middle. Поэтому обмен информацией о VRRP стоит организовывать через прямое подключение между двумя роутерами, а не через свитч. Поэтому давайте добавим еще портов на роутеры. Но из-за особенностей JNS, перед этим надо отсоединить все кабели, идущие от роутера 1 и роутера 2. Нажимаем правой кнопкой мыши на кабеле и выбираем Delete. Затем нажимаем правой кнопкой на роутере 1 и выбираем Configure. Во вкладке Network меняем количество адаптеров на 6. Нажимаем Apply и OK. Затем то же самое проделываем для роутера 2. После чего возвращаем все провода, как было. И теперь подключим роутер 1 к роутеру 2 двумя проводами напрямую. Теоретически можно было бы одним. Но тогда при выходе из строя адаптера или провода, каждый роутер начнет считать, что другой роутер недоступен. В итоге IP-адес пропишется на обоих роутерах, и это приведет к проблемам в сети. Такая проблема, когда система перестает видеть друг друга, думает, что другой хост недоступен и поэтому считает себя за главного, называется SplitBrain. Поэтому мы для надежности подключили роутеры друг к другу двумя проводами и сделаем LACP. Теперь касательно настройки. Для начала включим только роутер 1. Запустим SH-агент, добавим ключи и подключимся. Посмотрим список интерфейсов. Здесь мы видим, что добавились два новых интерфейса. Интерфейсы ENS6 и ENS7 сейчас в API. На них раньше ничего не было, то есть это те новые интерфейсы, которые смотрят на роутер 2. Так как мы подключили новые интерфейсы, Network Manager автоматом для них создал профили. WiredConnection1 и WiredConnection2. Начнем с их удаления. Теперь добавим новый тимминг интерфейс. Назовем профиль и интерфейс TeamVRRP в качестве раннера LACP, а IP-адрес выдадим 10.255.255.1. Во-первых, такой адрес визуально отличается от нашей сети, и нам будет легче понять, что он для чего-то особенного. Общение между первым и вторым роутером. А маска слэш-30 говорит о том, что в этой сети всего 4 адреса. 0, 1, 2 и 3. При этом использовать можно только 1 и 2, а у нас в сети как раз 2 адреса. Также добавим интерфейсы ENS6 и ENS7 в качестве слэйвов, после чего проверим список профилей в Network Manager. Вроде все верно. Теперь нам нужно установить пакет Keepalive.d. Он содержит функционал для работы VRRP. Основной файл настроек – etc.keepalive.d.keepalive.d.conf. Keepalive.d много чего может помимо VRRP. И здесь примеры различных настроек. Даже в рамках VRRP функционал довольно широкий. Вплоть до того, что Keepalive.d. может сам настраивать файрвол, приоритет процесса VRRP, возможность попадания в свап и так далее и там подобное. В man-keepalive.d.conf можно очень много всего найти, но большинство из этого довольно специфично. Нам это пока не нужно. Поэтому мы стираем всё помимо секции VRRP Instance. Теперь давайте разбираться и поправлять. VRRP Instance VI1 – секция, в которой указаны настройки для одного интерфейса VRRP. Под интерфейсом в данном случае имеется в виду тот интерфейс, который смотрит на другой роутер. Хотя нередко общение между хостами оставляют на том же интерфейсе, на котором меняются адреса. Но мы говорили о том, что это не очень безопасно. По сути, может быть, что у нас несколько разных систем с разными задачами и адресами. И чтобы отделять одни системы от других, можно создать несколько секций. Хотя у нас будут плавать адреса на трёх интерфейсах – на интернет, в LAN1 и в LAN2. Но всё равно всё это относится к одной задаче. Все эти адреса будут переходить от роутера 1 к роутеру 2. VI1 – название секции. Можно поменять, но смысла нет. State Master определяет, кем будет считать себя хост изначально – мастер или бэкап. У кого будет плавающий IP, определяют приоритет. Но обычно у мастера приоритет выше, у бэкап – ниже. И если всё нормально, адрес остаётся у мастера. Но представим себе ситуацию, когда мастер перестал работать и IP перешёл на бэкап. Во время проблемы был небольшой даунтайм, пока всё переходило на бэкап. И по настройкам по умолчанию, при возвращении мастера в нормальное состояние, IP адрес вернётся на мастер, что опять вызовет обрыв соединений. Это не очень хорошо. Если оба сервера одинаковы, и мы не отдаём никому предпочтение, то можно оба сервера сделать бэкап и добавить опцию No Preempt. В таком случае, после возвращения нерабочей машины в нормальное состояние, IP к нему не вернётся, и это не вызовет повторной потери пакетов. То есть IP будет меняться только, когда одна из систем, будем называть их нодами, пока одна из нод не выйдет из строя. При этом учтите, что даже если прописали здесь бэкап, на самом деле та нода, у которой сейчас адрес, считается мастером. Интерфейс Ethernet 0. Собственно, интерфейс, по которому будет проходить общение между хостами. VRRP может работать через Multicast, и поэтому можно обходиться указанием интерфейсов вместо IP-адреса роутера 2. Но, с другой стороны, мы точно знаем адрес второго роутера, а значит можем вместо всего интерфейса указать адрес второй ноды. Для этого уберём строчку Interface и добавим Unicast.peer с адресом второго роутера. Соответственно, настраивая это на втором роутере, надо будет указывать адрес первого роутера. VirtualRouterID 51. Идентификатор VRRP Инстансы. Условно, если у нас несколько разных VRRP запущено, один из них для этого роутера, другой для другой системы с другими адресами, то у каждого должен быть свой уникальный ID. А там, где совпадают, ID должен быть одинаковым. Значения могут быть от 0 до 255. И на этом и на втором роутере мы оставим один номер, 51. Priority 100. Приоритет. Определяет, у кого будет IP-адрес. Чем выше значение, максимум 255, тем больше приоритет. Соответственно, если у этой ноды будет приоритет 100, а у второй 50, то адрес будет на этом сервере. Пока не возникнут проблемы. И тогда адрес переедет на вторую ноду. А благодаря опции NoPrient, адрес останется там, даже если первый сервер восстановится. Но в реальной среде может быть ситуация, что у вас первый сервер производительнее второго, а второй вы поставили временно, чтобы совсем все не ломалось. Тут вам приоритет пригодится. AdvertInt1. 1 это секунда. То есть каждую секунду мастер ноды уведомляет другую. или других, если их несколько. Что все окей. Если вдруг мастер замолчал, вторая нода по приоритету становится мастером. Происходит это после третьего раза. То есть, если у нас значение здесь 1 секунда, и от мастера нет сообщения на протяжении 3, то нода считает, что мастер недоступен. Если тут поставить значение 2, то это произойдет через 6 секунд. На самом деле в формуле помимо этого есть еще небольшая задержка. Но это нюанс. Можно еще поставить миллисекунды, но сильно перебарщивать не надо. А то из-за какой-то небольшой задержки поменяется мастер нода. Поэтому оставим как есть. Authentication для того, чтобы ноды могли убедиться, что перед ними нужный хост. Но на самом деле с этим большие проблемы. При простом pass пароль в сети ходит в открытом виде. А при Ah он хоть и шифруется, но все равно есть способы обхода. Поэтому в новом стандарте VRRP убрана аутентификация. Именно поэтому мы обмен информацией между роутерами сделали напрямую. Особого смысла нам менять значение нет. Но для вас, для наглядности, мол, если вы захотите через общую сеть пускать VRRP, и не хотите, чтобы пароль был в открытом виде, выставим значение Ah и зададим пароль. Максимальная длина пароля 8 символов. Virtual IP адрес. Собственно, сами плавающие адреса. У нас их будет 3. И все они на различных интерфейсах. Поэтому нам надо при указании адреса также указывать интерфейс. Итак, предположим, провайдер дает нам 1 внешний адрес. 31252. Если роутер 1 перестанет работать, нам нужно, чтобы на роутере 2 был этот же адрес. Он у нас на интерфейсе ENS5. Также роутер 1 является гейтвэем для первого и второго влана с адресами 1.1 и 2.1. Соответственно, эти адреса мы также должны переносить на второй роутер. На этом с конфиг файлом роутера 1 закончим. Сохраняем и выходим. Давайте проверим конфиг на ошибки. Для этого можно использовать утилиту KeepAliveD с опцией ConfigTest. Как видите, у меня две ошибки. Во-первых, я опечатался в слове NoPreempt. Во-вторых, при использовании UnicastPeer мне нужно указывать либо UnicastSourceIP, либо интерфейс. Давайте исправим. Заново открываем конфиг и исправляем ошибки. UnicastSourceIP – это IP, с которым будут отправляться запросы. То есть IP-адрес интерфейса TeamVRRP. Еще раз запускаем проверку. На этот раз никаких ошибок. Чтобы роутер 1 и роутер 2 могли обмениваться информацией о VRRP, нам надо кое-что разрешить на файрволе. У нас есть зона роутерс, но отношения между роутером 1 и 2 несколько иные, чем между роутером 1 и 3. Можно было бы использовать зону траста, так как соединение напрямую, но для наглядности создадим новую зону и переместим в нее новый интерфейс. В этой зоне добавим протоколы VRRP и AAH. Да, это не просто сервисы, а именно протоколы. После изменений перезагрузим и проверим зону. Теперь самое главное. Чтобы VRRP работал, нам надо, чтобы эти адреса не были прописаны статично. Их будет прописывать KeepaliveD. Поэтому в Network Manager их надо убрать. Но так как помимо адреса у нас в профиле прописано DNS, Gateway и прочие настройки, нам лучше не полностью убирать адреса, а заменить их на соседние. Условно, в первом флане у роутера 1 выставить IP 10.0.1.2, у роутера 2 10.0.1.3, а 10.0.1.1 будет плавать между хостами. Поэтому поменяем IP адреса на всех трех профилях. Пока мы заново не поднимем интерфейсы, настройки не применятся. И чтобы нас не выкинуло из-за того, что мы меняем IP адреса, сделаем так. Объединим команду поднятия интерфейсов с командой запуска KeepaliveD. Так я поднимаю все три интерфейса и сразу же поднимаю KeepaliveD, который видит, что второй роутер недоступен, а значит прописывает у себя эти адреса. Так как я все еще подключен, все сработало. Но все же проверим адреса. Как видите, теперь на наших интерфейсах по два адреса. Второй прописывается сервисом KeepaliveD, и если его отключить, адрес пропадает. Теперь надо настроить роутер 2. Вкратце, надо поменять хостнейм, адреса на интерфейсах на 10.0.1.3, 2.3 и 3.1.251, а также создать новый тимминг интерфейс для VRRP. Создать зону на фаерполе, установить KeepaliveD. Короче, все, что мы делали для первого роутера. Наверное, будет легче просто заново скопировать роутер один, чтобы меньше возиться с настройками. Это вы и сами можете сделать, поэтому пропустим этот шаг и сразу перейдем к настройке KeepaliveD. На втором роутере в конфиге KeepaliveD.conf надо исправить UnicastSourceIP и UnicastPir, поменяв значение местами. Так как у нас оба сервера в режиме Backup и стоит опция No Preempt, от различия приоритета большого смысла нет, так как IP не будет переходить просто из-за приоритета. Лично для нас никакой разницы между первым и вторым роутером нет, поэтому приоритет можем оставить одинаковым. После изменений рестартнем KeepaliveD на роутер 2 и запустим роутер 1. И давайте проверим. Посмотрим IP-адреса на роутере 2. Тут видно, что на нем и его адреса, и плавающие адреса. А вот на роутере 1 нет вторых адресов. То есть мастером сейчас является роутер 2, а роутер 1 пока что просто ждет, пока роутер 2 не выйдет из строя. Если посмотреть логи на роутере 1, можно увидеть, что роутер 1 увидел Gratiotus ARP через общий канал и перешел в режим Backup. Помните, что такое ARP-запрос? Когда один хост знает IP-адрес другого, но не знает MAC-адреса, он посылает ARP-запрос. Так вот, представьте, что все хосты в сети запомнили, что IP-адрес 1.1 находится за MAC-адресом первого роутера. Но вот внезапно первый роутер умирает, и IP-1.1 переезжает на второй роутер. Но на нем-то другой MAC-адрес, а значит хосты будут пытаться обращаться к старому MAC-адресу, пока сами не обновят свою ARP-таблицу. И чтобы избежать этой проблемы и задержки, роутер 2 сразу же сам отправляет всем ARP-запрос, в котором говорит, что теперь у адреса 1.1 такой MAC-адрес. Это такой самообращенный ARP-запрос. Он также позволяет компьютерам понять, а нет ли такого же IP-адреса на других компьютерах в этой сети. Ладно, вроде все настроили, давайте тестировать. По задумке, если что-то случится с роутером 2, IP-адрес перейдет на роутер 1. Идем на сервер 1 и запускаем пинг в интернет. Дальше идем в GNS и отрубаем роутер 2. При этом соединение по SH к серверу 1 прервалось. Но я могу заново подключиться и проверить пинг. И все работает. Как я говорил, VRRP это про высокую доступность, а не про отказоустойчивость. Если вырубится один роутер, то все соединения прервутся. Но через пару секунд можно будет подключиться заново, так как теперь все нужные адреса на другом роутере. Посмотрим адреса на обоих системах. Как видите, сейчас адреса на первом хозде. Чтобы увидеть, сколько пакетов мы теряем, давайте запустим пинг в интернет через консоль сервера 1 и вырубим первый роутер. Как видите, потерялись всего несколько пингов, что в принципе не критично. У нас целый роутер отвалился, а сеть заработала почти моментально. Можно, конечно, немного уменьшить параметр AdvertInt до миллисекунд, но особой необходимости в этом я не вижу. Итак, теперь у нас любые проблемы с роутером 1 не так страшны, и буквально через пару секунд все продолжит работать на втором. Это не только делает нашу сеть высокодоступной, но и позволит в будущем обновлять роутеры, выключать, менять и проделывать любые операции с ними. При этом это не будет сильно влиять на пользователей. Скажем, раньше при обновлении роутера у вас интернет был недоступен 5 минут. А если еще проблема какая возникла, то это могло затянуться на пару часов. Сейчас же интернет недоступен буквально пару секунд. Ваша домашняя работа будет добавить роутер 4, связать его с третьим роутером и настроить VRRP для всех 5 адресов. Но еще посмотрите вывод CP-DAMP по интерфейсу TeamVRRP. Во время, когда все нормально, а также во время, когда один из хостов выходит из строя, а потом возвращается. Ничего суперважного там нет, но эта практика будет полезна для работы с TCP-DAMP. Давайте подведем итоги. Сегодня мы разобрали, чем отличается высокая доступность от отказоустойчивости, разобрали VRRP, протокол который позволяет одному IP плавать между хостами, настроили KipaLIFD и все протестировали. Как я говорил, функционал KipaLIFD довольно большой, и мы к нему будем еще возвращаться. Но на сегодня этого хватит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...